Если Владимир Путин уйдет в отставку, кто будет новым Хрущевым, который раскритикует его политику? Ну, наверное, Касьянов. Михаил Касьянов. Почему он? Ну, самый подходящий кандидат на данный момент из всех, которые есть, по крайней мере, на мой взгляд. Никто. Потому что второго Сталина вряд ли когда-нибудь стоит ожидать, потому что Сталин яркий политик, Путин тоже. Я думаю, что никто, кроме, возможно, Алексея Навального. Нельзя Путина критиковать. Почему нельзя? Потому что это Владимир Владимирович. Это батюшка. Если Владимир Владимирович все-таки уйдет, то я не думаю, что кто-то будет следовательно критиковать. В конце концов, он все-таки оставил существенную, и оставил существенную роль. То, что раскритикуют, обязательно это будет. У нас новая метла по-новому метет всегда. И Хрущев сам бы хотел быть на месте Сталина. Критиковал, потому что боялся, что не сможет стать таким же культом, как и он. Вот и все. А лично Сталина правление я, как и большинство, мне кажется, положительно оценил. Путин был, есть и будет. Можете посмотреть, у меня на чехле Владимир Владимирович. Поэтому я уверена в том, что всегда есть люди, которые критикуют. Кто ими будет, я не знаю. Но если бы я была политиком, я бы критиковать не стала. Вообще, я думаю, вообще не за что критиковать. Все очень тоталитарно. Просто так, что даже себе никто представить не может этому. Путин – это Сталин. Сейчас Сталин у нас есть. Его зовут Путин. Никто. Ну, наверное, во-первых, те, кто его уже сейчас критикуют. Там, и Навальный, и Харковский, да? Ну, вся оппозиция так. На самом деле, мне кажется, когда его власть спадет, то многие перестанут так от него фанатеть. Ну, из ближайших, наверное, Иванов. Вот из таких наиболее сильных политиков, вот, мне кажется, он. Ну, я думаю, в первую очередь Жириновский будет критиковать политику. Вы же знаете, что он в оппозиции.